Книга «Открытым оком», том 1, тема «Молитва», вопрос 67. Слова молитвы от частого повторения как бы теряют смысл. «Как оживить молитву?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Еще раз напоминаю, что это мое понимание, а не так, как принято в церкви. Лично мое считаю, что часто повторяемое «Господи, помилуй, никогда не должно повторяться более 12 раз подряд, и то только единожды за одним богослужением, и при том медленно, медленно, так, чтобы за каждым Господи, помилуй, успелось припомнить хотя бы один грех. Молитвы должны быть краткими, простыми. Церковные же молитвы нежизненны, составлены монахами-пустынниками, очень заумные, цветастые, хотя и поэтически краточные. «Считаю, что самый лучший акафист, слава Богу, за все на русском языке, и его нужно как можно чаще читать, молиться, читая медленно, с расстановкой и разъяснением. У меня была мечта найти ученых людей, и я это пытался даже сделать по всем областям науки, врачи, зоотехники, агрономы, химики, электрики, компьютерщики, строители, текстильщики, физики, математики, литераторы и другие, которые могли бы собрать все данные по всем этим областям, и после этого найти грамотных духовных мужей и в соавторстве с ними написать акафисты по поэзии, политике, всему указанному здесь, наподобие этого акафиста, священника Григория Петрова. Представьте в одном акафисте, ботаническом, сколько всего можно сказать во славу Христа о всех растениях и деревьях. Может быть несколько акафистов, дополняющих один-другой, о рыбах их теологически, о птицах орнитологически, о насекомых, и во всем, во всем увидеть Творца, как Давид в 149 и 150 псалмах. Отдельный акафист для молодежи, для зрелого возраста и для престарелых. Также по пище и питью. Кто этим займется? Кто обновит молитвенный дух православных и разбудит их от литургического, в кавычках, сна? Молитва должна быть искренней, вдохновенной, жаркой. Богу нашему слава ныне и пресна, и во веки веков. Аминь.